Нет, ну, ситуация всегда взрывоопасна. Вопрос в том, у кого спички ли есть, так, или какой-то там детонатор, взрыватель и прочее. Потому что тут не всё так просто. Знаете, в чём главная проблема сейчас, вот, мне кажется, у нас? Так, смотрите, скажу так. Вот когда была власть Януковича, так, мы знали цену этой власти. Но мы знали и то, что оппозиция лучше, что есть резерв, что есть альтернатива, есть другие люди, есть то, что политологи называют контрэлитой. А вот сейчас, когда что-то случится... А сейчас недоверие распространяется на всех? Контрэлитам не верят, никому не верят. Совершенно верно. А вот сейчас, давайте так, мы тут все свои, давайте, ну, говорить об этом прямо. А вот сейчас есть лучше или нет? Где они? Вот нынешний власть, власть или вся политическая элита, если уйдёт, кто придёт им на смену? Понимаете, молодые быстренько тоже, извините, скурились, так, в парламенте, мы видим по некоторым, так, вроде, какие надежды были на них, так. Где партии Майдана, которые выступили с реформаторской повесткой, которые бы сказали, наша программа это реформы. Не полуреформы, не недореформы, а реформы могли бы взять на себя ответственность за управление. Вот это главная проблема в том, что нет контрэлиты, нет альтернативы. Есть оппозиции, есть оппозиционность, причём многие, да, и есть серьёзные люди, критики власти и так далее. Но вот нету, вот чего там, знаете, нового и свежего, которое могло бы не просто перезагрузить власть, а выработать новую качественную политику. И это как раз сейчас, буквально, это как раз, знаете, что, плохо. Почему плохо? Потому что, с одной стороны, власти нет конкурентов, но, с другой стороны, жизнь, они улучшаются, у людей накапливается вот эта энергия, так, недовольство. Поэтому могут быть слепые локальные бунты. А ведь это плохо, когда люди вслепую идут на протест, так. Плохо, когда политики должны этот протест перерабатывать в рациональной конструктивной форме, выдвигать программу, оформлять это всё в мирный цивилизованный протест. Поэтому мы, знаете как, вот как повесили долги привата на общество, так и мы проблемы 16-го года и долги 16-го года повесили на 17-й год. И вот надо будет с этим разбираться, прочищать эту ситуацию.